Добрый вечер коллеги. Давайте перед началом, как всегда, проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно и будем переходить к нашему еженедельному вебинару. Да, вижу, что плюсики пошли. Если нужно сделать чуть потише, погромче, главное, чтобы звук не фонил, пожалуйста, тоже напишите, чтобы всем было комфортно слушать и воспринимать информацию. Ну а если все в порядке, то традиционно ставьте плюсик и будем уже начинать переходить к теме нашего сегодняшнего вебинара, онлайн-обзор текущей ситуации на основных финансовых инструментах. Итак, отлично, плюсики вижу, значит звук есть. Как всегда, перед началом вебинара предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с различными видами рисков и прежде чем переходить к торговле на реальном счету, важно со всеми этими рисками ознакомиться. Также вся информация, которая дается в рамках этого вебинара, не является прямой рекомендацией к действию, а проводится и дается только в целях вашего обучения и ознакомления. Для тех, кто присутствует на данном вебинаре впервые, представлюсь, меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Admiral Markets работает уже более пяти лет, ну а мой опыт трейдинга, что наиболее важно в рамках данного вебинара, составляет порядка восьми лет. Именно это мне и позволяет делиться с вами своими наработками, своим видением текущей ситуации и отвечать по ключевым вопросам. Коллеги, хотел также познакомиться с вами. Меня в первую очередь интересуют те участники, которые у нас присутствуют впервые на данном формате вебинара. Пожалуйста, напишите цифру 1, кто пришел на данный вебинар впервые, я буквально несколько слов скажу о том, как у нас проходит работа, о структуре вебинара и что мы здесь каждый понедельник в 19.30 по Москве делаем. Немножко введу вас в курс событий. Ну, давайте сделаем так, кто не впервые на данном вебинаре, поставьте цифру 2, наши постоянные участники. Максим, не поверю, что вы в первый раз. Наверное, для того, чтобы показать, что есть участники, кто присутствует впервые. Да, отлично. Да, вижу по именам большое количество участников, кто присутствует уже давно, постоянно данный формат вебинара мы ведем уже более года. Тот вебинар, на котором мы как раз делаем ориентиры на предстоящую неделю по основным финансовым инструментам. Итак, коллеги, сориентирую вас, еще раз наполню тем, кто, возможно, пропускал данный вебинар, мы рассматриваем рынок на предстоящую неделю, основные инструменты, валютные пары, индексы, криптовалюты, также не так давно мы включили, с перспективой движения на предстоящую неделю. Весь разбор идет по безиндикаторным способам торговли, то есть с элементами price action, ну и основными паттернами, которые мы можем уже выделить, исходя из поведения цены. С какими-то из этих паттернов, которые для меня являются значимыми, я также делюсь, и уже более подробно, когда перейдем к разбору инструментов, я расскажу. У нас данный вебинар, во-первых, проходит не просто, я не только рассказываю информацию, но и всегда приветствую формат вопрос-ответ, поэтому если у вас появились какие-то вопросы, которые хотелось бы задать по текущей ситуации, по каким-то торговым идеям, по каким-то торговым решениям, то вы их обязательно пишите, во-первых, в чат, чтобы мы смогли их сегодня в ходе нашего вебинара обсудить. Ну и все вопросы, которые у вас появляются уже после, да, после данного вебинара, к примеру, к следующему вебинару, который будет в следующий понедельник, вы всегда можете писать мне на почту roman.isakovsobaka.com, вот в чат я приложил, и задавать ваши вопросы. Также по работе компании Neuromarkets ваши вопросы приветствуются. Помимо этого, как я уже сказал, мы с вами делаем ориентиры на предстоящую неделю, но рынок это живой организм, ситуация может поменяться очень быстро, и для того, чтобы вы всегда были в курсе актуальных событий, мы специально для вас, во-первых, записываем ежедневный обзор ключевых инструментов, каждое утро он добавляется на наш YouTube канал, ссылку я приложил, но и с точки зрения уже фундаментальных данных, мой коллега Фредерик Даниэль проводит онлайн-трансляции ключевых событий, ключевых вещей, которые происходят на рынке, поэтому подписывайтесь на YouTube канал, не забывайте ставить лайк к тем видео, которые вы смотрите, которые вам нравятся, и будете получать уведомления, во-первых, о новых видео уже после оформления подписки. Ну и также я, коллеги, напоминаю, что для клиентов компании Наромаркет, то есть для тех, у кого есть активные реальные счета, есть возможность вступить в закрытый телеграм-канал, где мы уже непосредственно каждый день обсуждаем текущие ситуации, я также отвечаю на вопросы участников этого чата, которые появляются, и для того, чтобы туда вступить, необходимо написать мне на почту, что для вас это интересно, и я уже дальше подскажу, что необходимо сделать. Ну, во-первых, если у вас есть реальный счет, то ссылку я сразу же вам направлю, ну а для того, чтобы там присутствовать, необходимо наличие реального счета уже непосредственно компании Наромаркетс. И по текущим вопросам, да, я, коллеги, напоминаю, что в ходе вебинара вопросы ваши вы можете написать, да, любые вопросы приветствуются, я на все вопросы стараюсь ответить, для того, чтобы вы смогли получить максимум полезной информации из данного вебинара. Хорошо, тогда будем переходить уже к основной части, сейчас я делаю демонстрацию экрана и перейдем к разбору тех ситуаций, которые у нас были на прошлой неделе, и посмотрим, что у нас актуально на сегодня, на понедельник, 20 ноября. Итак, коллеги, мне сейчас потребуется от вас подтверждение, что вы видите терминал, поставьте, пожалуйста, плюсик, перед вами пара евро-доллар. Просигнализируйте мне, что все в порядке и будем уже двигаться дальше. Отлично. Итак, у нас в наш обзор включен больший набор инструментов, мы рассматриваем валютные пары, также мы смотрим золото, нефть, индекс DAX и биткоин. Ну и начнем, как всегда, по традиции, ну и, наверное, с самой основной пары, которая является наиболее интересным, это пара евро-доллар. Что же у нас происходит на текущий момент по данному финансовому инструменту? Во-первых, коллеги, я напомню, что основная задача, это определить текущее положение по инструменту, который мы анализируем, для уже принятия решения по дальнейшей, по открытию дальнейшей позиции. Текущий момент всегда идет со старшего таймфрейма и переходим уже на таймфрейм принятия решений. То есть, начинаем с дня, смотрим 4 часа и переходим уже на час, либо меньше. То есть, час для меня является рабочим таймфреймом, то есть, он для меня является минимальным, который я отслеживаю, но вы для себя уже, в зависимости от ваших временных ресурсов, можете использовать таймфрейм и меньше. То есть, 30 минут, 15 минут, 5 минут и так далее. Давайте посмотрим, что у нас происходит по паре евро-доллар. На текущий момент в рамках дневного таймфрейма здесь пока у нас ничего не меняется. Я напомню, что не так давно был пробит уровень поддержки, который у нас находится в области 1.1654. Кто-то из вас видит фигуру голова-плеч, она здесь просматривается. И после закрепления, после пробития данного уровня, который мы видели в ноябре, в начале ноября, уже тенденция у нас поменялась с восходящей, которую мы наблюдали с мая этого года, на нисходящей. То есть, приоритет на текущий момент в рамках дневного таймфрейма, на мой взгляд, нужно отдавать непосредственно продажу. Если у нас ситуация поменяется, то мы будем использовать те признаки, которые нам уже об этом скажут. Первый уровень, мы с вами обозначили сейчас уровень поддержки, который был в области 1.16. И теперь нам нужно также понимать, с каких уровней уже приоритет к продажам у нас остановится. И здесь мы можем обозначить максимальное значение, которое находится в области максимального значения на отметке 1.18.81. То есть, приоритет начнет смещаться в том случае, начиная с дневного таймфрейма, если пара уйдет выше на отметке 1.18.60, то есть, закрепление за данным уровнем. И следующая цель по движению у нас будет уже в области 1.20. То есть, если сказать простым языком, то мы вернемся к приоритету покупок только после преодоления данного максимального значения. Ну а пока, пока у нас тенденция сохраняется именно на ослабление. И, собственно, ближайшие цели, то есть, ближайший приоритет у нас отдается на снижение. То есть, мы схематично можем изобразить примерное движение по паре евро-доллар. То есть, ближайшая долгосрочная цель у нас это область 1.12.84. Если картина не меняется, то мы, собственно, продолжаем свое движение уже на 1.09 и так далее. Но вот такое изменение у нас может произойти в любой момент, и поэтому всегда важно держать руку на пульсе, что называется. Вот в рамках дневного таймфрейма также схематично можем изобразить, что вот в данном случае, если мы увидим вот такую формацию, то уже после этого опять у нас идет возврат непосредственно к покупкам. Итак, по дневному таймфрейму на текущий момент у нас сохраняется тенденция нисходящая, и мы переходим уже на более мелкий таймфрейм для того, чтобы посмотреть, что происходит там. И смотрим, к примеру, таймфрейм четырехчасовой. Здесь, собственно, мы попытались выйти вот из данного канала, но здесь даже более важен не сам канал, потому что эти линии являются более условными для того, чтобы мы понимали, как движется цена и где могут сформироваться возможные уровни сопротивления. Здесь наиболее важен вот такой вид поведения цены. И здесь, если мы также обозначим, проведем с максимальной значением такую горизонтальную линию, то здесь мы увидим область, при прохождении которой у нас вновь мог образоваться. Сейчас мы уже на более мелком таймфрейме видим подтверждение на завершение вот этого восходящего импульса, который у нас был. Вот этот импульс и возврат уже непосредственно к продажам. То есть в рамках четырехчасового таймфрейма мы не ушли выше области 1.18, 1.1869, 1.1890 и, собственно, тенденция нисходящая пока и в рамках четырехчасового таймфрейма остается в приоритете. Ну, а теперь перейдем на самый интересный таймфрейм, да, таймфрейм принятия решения. И это у нас таймфрейм часовой. Коллеги, для тех, кто присутствует впервые, я еще раз, ну, как всегда на данном вебинаре, схематично приложу саму идею присоединения по тренду, да, к основному движению, как я это делаю в рамках часового таймфрейма. Здесь нет ничего сложного, главное разобраться с основными принципами. Основной принцип, он лежит в идее того, что мы смотрим, как ведут себя игроки на протяжении торгового дня. Другими словами, если у нас каждый день идет тенденция на повышение, да, мы схематично сейчас вот обозначим, то, исходя из этого, мы вполне логично можем сделать вывод, что у нас тенденция сохраняется на укрепление. В тот момент, когда у нас происходит перелом, когда у нас торговый день закрывается ниже предыдущего, во-первых, у нас происходит пробитие, дальше я покажу, как это пробитие происходит, то мы можем ожидать уже завершения вот этой восходящей тенденции, которая была, и переход уже к тенденции нисходящей, к примеру, по часовому таймфрейму. То есть мы отслеживаем, как ведут себя игроки в течение торгового дня. Почему торговый день? Потому что, если мы говорим, ну, в том числе о валютах, о валютных парах, это тот инструмент, который торгуется 24 часа. То есть мы можем 24 часа в сутки, да, в рабочие дни отслеживать то, как себя ведет инструмент. И если в какой-то момент мы получаем уже ситуацию, при которой продавцы, да, или покупатели начинают перехватывать инициативу, то с большей вероятностью данная ситуация уже получит следующее развитие. Особенно если у нас была сначала тенденция восходящая, да, вот как, к примеру, последний участок, вот здесь я обозначу, да, то есть здесь мы росли, я примерно схематично обозначил, а потом уже мы получаем следующее подтверждение на начало тенденции нисходящей. То есть вот отсюда уже возврат, начало движения в рамках часового таймфрейма в сторону уже более крупных становится более вероятным. И опять же, вот та коррекция, которая у нас была по паре евро-доллара, то есть давайте мы вернемся на, к примеру, 4-часовой таймфрейм, там это будет лучше видно, у нас началась вот эта коррекция, да, вот это движение. То есть мы вполне логично подошли к уровню поддержки, и цена не может всегда идти направленно, да, в одну сторону. То есть все равно существует период коррекции, период импульсного движения. И уже в рамках 4-часового и дневного таймфрейма вот это движение у нас является коррекцией. То есть наиболее интересным является та ситуация, при которой мы видим, когда, ну точнее, получаем первый сигнал о том, что коррекция заканчивается, и мы присоединяемся уже к этому движению. То есть на импульсе входим в сторону продолжения данного коррекционного движения. Возвращаемся на час. Что у нас было на предыдущих торговых неделях? То есть когда мы могли отслеживать начало данной коррекции. Вот 7 ноября. У нас был максимум и минимум за этот торговый день. Вот здесь мы его видим. Затем у нас следующий день. Я сейчас обозначаю максимальное и минимальное значение за этот торговый день. 8 ноября. То есть цена, во-первых, не обновила локальный минимум. Это признак того, что уже продавцы не столь сильны, но это еще не подтверждающий сигнал того, что сейчас тенденция может поменяться. Подтверждающий сигнал у нас появляется уже на следующий день, когда происходит пробитие и закрепление за уровнем. Что является пробитием? Какую мы информацию рассматриваем? Пробитием является ситуация, при которой хотя бы одна свеча, в данном случае часовая свеча закрывается и открывается и закрывается за уровнем. То есть, например, вот эта свеча, вторая, она не является еще свечой на пробитие. Более важна в данном случае будет свеча, которая и открылась, и закрылась полностью за уровнем. То есть после этого мы можем уже рассматривать, к примеру, покупки, что и произошло у нас уже 9 ноября. Собственно, отсюда у нас дальше началось коррекционное восходящее движение, завершение которого и является интересной ситуацией для присоединения по данному активу. Собственно, мы как посмотрим дальше, каждый последующий минимум, если мы обозначим, идет выше, 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 то есть у нас тенденция сохраняется, и в какой-то момент мы нащупали ту же критическую массу, которую пока евро-доллар преодолеть не сможем. В своих максимальных значениях от данного уровня до максимума, который у нас был 15 ноября достигнут, пара прошла порядка 250 пунктов. Ну а после этого уже мы увидели первые попытки начала коррекции. Первые попытки начала коррекции. Минимальное значение, которое у нас было зафиксировано 15 ноября, 15 ноября мы его пробили 16, и здесь началась небольшая коррекция. То есть, во-первых, отсюда мы могли рассматривать продажи со стопом за предыдущий максимум, за локальный максимум в области 1.15. Второй момент. Уже 17 числа, это у нас была пятница на прошлой неделе, мы в рамках часового таймфрейма получили обратный сигнал. Мы обновили максимальное значение, закрепили за этим уровнем, и в рамках часового таймфрейма у нас вновь образовались предпосылки на покупку. Но в рамках максимального значения, с которого пошла эта коррекция, мы не ушли. То есть, в рамках более старшего таймфрейма, например, 4-х часового у нас здесь ничего не поменялось. Тенденция также началась к снижению. Но те, кто рассматривает, например, вход на час, затем выход при появлении противоположного сигнала, то здесь вполне осознанно мог произойти выход из данной позиции и далее уже ожидание следующего сигнала, который появился, собственно, сегодня. Сегодня с открытием мы опять ушли ниже минимальных значений, которые были у нас, во-первых, в пятницу и в четверг. Скорректировались, не ушли выше максимальных значений, которые у нас были в пятницу. И, собственно, вот сейчас мы получаем следующий импульс по нисходящему движению, по продолжению данного нисходящего движения. Уровень стоп-лосс, который сейчас мы можем обозначить, находится за максимальным значением, который у нас обозначен максимум, который был в пятницу. И преодолению данного уровня, опять же, в рамках часового таймфрейма, нас вернет к продажам. Но пока мы торгуемся выше, прошу прощения, пока мы торгуемся ниже данного уровня, приоритет у нас остается непосредственно к продажам. Собственно, сейчас мы данные подтверждения и получаем по паре евро-доллар. Что сейчас, да, опять же, важно отметить. Во-первых, коллеги, для тех, кто еще не успел себе установить метатрейдер Supreme Edition, который можно ставить на 4-й и 5-й метатрейдер, рекомендую это сделать, потому что в нем есть очень удобная функция, которая позволяет на график нанести максимальные и минимальные значения за предыдущий торговый день. Найти этот инструмент вы можете, к примеру, в навигаторе. После установки у вас появится отдельный набор индикаторов, в котором идут, в начале названия присутствует слово «Адмирал». И здесь индикатор, который называется «Адмирал Хайлоу». После активации здесь нужно выбрать один важный момент. Во-первых, таймфрейм. По умолчанию здесь будет дневной, мы ставим на день. И вместо текущего бара мы выбираем предыдущий бар. Дальше уже можно настроить по цветам, так как вам удобнее. Но вот эти линии, зеленая и красная, они как раз показывают максимальные и минимальные значения за предыдущий торговый день. И уже исходя из этого мы можем ориентироваться по направлению, которое у нас сейчас на текущий момент на рынке преобладает. То есть основная идея заключается в том, чтобы в тот момент, когда рынок начинает двигаться в сторону основного тренда, так как мы сейчас посмотрели с вами день и 4 часа, и там у нас тенденция нисходящая, то наиболее интересны будут те ситуации, которые появляются также на продаже. К примеру, как та ситуация, которая была сегодня. Фактически после пробития, которое произошло, уже все цены, которые мы получаем выше данного уровня, то есть самый интерес, он появляется фактически вот здесь, на уровне пробития, а все, что у нас уже появляется выше, это просто более интересная цена для присоединения. То есть нам, как трейдерам, нужно купить дешевле, продать дороже. Самое важное у нас, мы просто приближаемся к уровню стоп-лосса, то есть стоп-лосс у нас за максимальное значение предыдущего торгового дня, и чем ближе мы к нему входим, тем фактически более интересную цену мы для себя получаем. Отмена данного сценария происходит в том случае, если мы уже пробиваем данное значение, то есть, во-первых, мы его сначала начинаем обновлять, затем при пробитии, то есть когда у нас одна свеча, по крайней мере, и открывается, и закрывается за уровнем, мы получаем уже сигнал в противоположную сторону. Работать контртрендово также возможно, но есть один момент, который тоже нужно учитывать, это уменьшение объемов, то есть уменьшение рисков. Если вы стандартно входите по тренду, к примеру, с риском 1% от депозита, то уже работая контртрендово, то есть, по крайней мере, пока мы не преодолели в рамках четырехчасового и дневного таймфрейма область 1.18.78, то приоритет у нас остается продажам, то есть продажи с основным риском, а покупки, так как это контртрендовая стратегия, с риском меньшим, то есть в два-три раза риск стоит уменьшать. Так вот, что у нас, собственно, на текущий момент происходит, это вероятность снижения в область 1.15.63, то есть то минимальное значение, которое у нас было зафиксировано 7 ноября, там у нас и находится среднесрочная цель по данному движению. Собственно, с текущих уровней снижения также остается возможным, но также напоминаю, что очень важна точка входа. Как правило, используется, например, если мы находимся, вы открыли график, как я, к примеру, сегодня утром, и, собственно, мы видим, что цена уже прошла данный уровень, где для нас наиболее приемлемая точка для присоединения, то есть куда цена может скорректироваться. Первая вероятность коррекции – это уровень пробития, то есть то минимальное значение, которое у нас было, например, 16 ноября, мы скорректировались в 10 часов по терминальному времени, немного ушли за этот уровень, но это для нас и не является критичным. То есть насколько будет выше эта коррекция, мы ожидать не можем. Конечно, если вы открыли терминал в 11-12 часов, видите, что точка для входа уже более приемлема, то можно входить с текущих уровней, так как соотношение риск-прибыль будет максимально интересно. В данном случае, если мы рассмотрим потенциал движения при входе, к примеру, с позиции тех свечей, которые появились у нас в 11-12 часов, то мы вполне могли войти с риском порядка 40 пунктов, а цель по движению – порядка 220. То есть мы получаем соотношение чуть больше, чем 1 к 5. И именно такие сделки являются интересными. Сейчас, если мы посмотрим, фактически у нас цена ничего не поменялась, мы также продолжаем свое движение вниз, но если входить с текущих цен, то уже соотношение получается 90 пунктов потенциальный стоп-лосс и порядка 180 потенциальный тейк-профит, то есть уже 1 к 2. И в этом как раз и заключается основной интерес, то есть войти по более интересным ценам. И, как я уже сказал, один из способов – это установка отложенного ордера, к примеру, селлимит на уровень пробития. То есть здесь мы могли войти с риском порядка 65 пунктов и соотношение риск-рибыль порядка 200, то есть уже больше, чем 1 к 3. И опять же такая позиция является наиболее интересным. Это вопрос к тому, что трейдеру важно научиться фильтровать те позиции, которые появляются, и не торговать рынок только потому, чтобы находиться в нем, искать те импульсы, которые есть, и к ним, соответственно, присоединяться. Движемся дальше. Дальше у нас на очереди пара британский фунт. Британский фунт – американский доллар. В рамках дневного таймфрейма пока у нас тенденция сохраняется на укрепление. Собственно, здесь один из важных уровней, который мы можем обозначить, находится в области 1,2770. Это минимальное значение, которое мы видели в конце августа этого года. И там как раз находится уровень поддержки для дневного таймфрейма. То есть в том случае, если у нас цена уходит ниже данного уровня, то тогда уже идет смещение приоритетов. И тогда мы можем уже пройтись до 1,20 и 1,18. То есть тем уровнем, которые были в начале этого года. Но пока мы торгуемся выше данного уровня, основная тенденция у нас все-таки пока остается на... ...которое было на фоне Brexit, и постепенно восстанавливаемся. Здесь более важно, хочу обратить ваше внимание на тот ценовой диапазон, который лучше всего прослеживается в рамках 4-часового таймфрейма. А диапазон именно в области... Давайте я его обозначу. Вот данный ценовой диапазон, в котором мы находимся уже начиная с начала октября. Верхняя граница это область 1,33-35, нижняя граница область 1,30-35. Диапазон движения порядка 300 пунктов. И, собственно, в рамках 4-часового таймфрейма для продолжения покупок нам необходимо увидеть закрепление выше данного уровня, чтобы дальше мы могли ожидать эту пару уже на отметке 1,35. Сейчас мы движемся в таком небольшом канале, и пока у нас остаются, к примеру, покупки, то вот такие зоны, которые у нас были образованы, зоны минимальных значений по британскому фунту, являются наиболее интересными для покупок. Вот здесь, опять же, покупать не самое интересное. Возможно, в этих уровнях будет более логично открывать сделки на продажу, потому что пока по фунту у нас все-таки сохраняется боковик, сохраняется боковое движение. И чем ближе мы подходим к этому уровню сопротивления, тем менее интересными становятся, к примеру, покупки. Дополнительные покупки уже с целями на 1,35, к ним стоит вернуться в том случае, когда мы уже закрепимся и пробьем данный уровень. Но пока нужно быть аккуратным как раз к подходу к области 1,33,20. Собственно, сейчас мы и в рамках часового таймфрейма продолжаем это движение восходящее, которое у нас началось на прошлой неделе. Последний импульс, который у нас был, это обновление максимального значения, которое мы видели в четверг, 16 ноября, в пятницу мы их еще раз обновили, то есть закрепили за этим уровнем и далее. И также у нас далее покупки пока в рамках часового таймфрейма сохраняются. Собственно, движемся мы, сейчас на 4-часовом таймфрейме поставлю тоже область, чтобы она у нас не перемещалась. То есть на текущий момент ближайшие цели по восходящему движению, условия для его сохранения, это движение в область 1,33,30, то есть от текущих цен порядка еще 90-100 пунктов, но вблизи данного уровня, как мы видели последние несколько месяцев, вероятно, начало восходящего движения и уже продолжение коррекции, то есть начало коррекционного движения вниз и вполне возможно сходить на 300 пунктов уже в область поддержки. Что здесь для нас важно? Во-первых, мы отслеживаем минимальное значение, которое у нас было зафиксировано в пятницу, отметка 1,3169, и в том случае увидим мы, к примеру, давайте вот обозначим такой, к примеру, следующий день, завтра у нас цена может сходить примерно в эту область, где-то скорректироваться, потом у нас начнется следующий день и здесь уже после преодоления минимальных значений, которые будут зафиксированы, к примеру, завтра может начаться движение нисходящее, то есть в рамках текущей ситуации по паре британский фунт и американский доллар это пока является наиболее интересным, то есть покупки, если открывали, к примеру, 14-15 ноября, то пока они сохраняются, но говорить о новых пока еще, наверное, рано, то есть к ним стоит вернуться только после 1,3331, максимальное значение, которое мы сейчас обозначили, либо уже рассматривать продажи после начала коррекционного движения вниз. Сейчас ближайший уровень у нас на минимальных значениях это 1,3169, уже после закрытия текущего дня у нас сформируется следующая область, минимальное значение, если мы сегодня ее не обновим, то она будет примерно в области 1,3186, и вот преодоление данного уровня, закрепление за ним нас вернет уже непосредственно к продажам по данному активу. Поэтому здесь, резюмируя пару британский фунт, нужно быть аккуратным, так как мы подходим к уровню сопротивления на 4-часовом таймфрейме. Далее у нас на очереди пара американский доллар, японская и иена. Давайте посмотрим также, что у нас происходит на старших таймфреймах. Посмотрим таймфрейм дневной. Здесь важный уровень сопротивления у нас находится в области 1,114,42. Мы к нему попытались его пробить 6 ноября, закрепление пока не произошло, и сейчас вполне вероятен уход как раз той коррекции, которая у нас была, нам порядка 250-260 пунктов, с последующим возвращением и все-таки обновлением данных максимумов и движением уже дальше в область 118. Поэтому сейчас в рамках текущего дневного таймфрейма, пока мы не преодолели данный уровень, у нас все-таки пока сохраняются продажи, подтверждения которых мы видим, но не стоит забывать о том, что пара, в принципе, американский доллар растет по большому количеству инструментов, точнее сам доллар укрепляется, и следующий импульс уже может быть переломным, к этому нужно быть готовым. В рамках четырехчасового таймфрейма у нас сформирован уровень поддержки, который находится в области минимальной значения, достаточно близко к тем минимумам, которым мы сейчас торгуемся, это область 111.78. Пока мы торгуемся выше данного уровня, у нас тенденция на четырехчасовом таймфрейме расстается на укрепление. Если все-таки пара сможет пробить данный уровень, то тогда уже вероятно снижение в область 108 или на 107. То есть мы опять уйдем в то снижение, которое мы видели несколько раз в этих областях. Сейчас отмечу, как это было здесь, как это было здесь, и сейчас фактически ситуация очень похожа. Как будет развиваться ситуация, сможет ли американский доллар переломить данный тренд, данную тенденцию, мы будем уже смотреть дальше. В рамках часового таймфрейма здесь у нас пока тенденция нисходящая сохраняется после преодоления минимальных значений, которые мы видели 14 ноября. 15-го мы за ними закрепились, скорректировались к этому уровню, и сейчас у нас тенденция также сохраняется. То есть от данных уровней после пробития мы прошли порядка 130-120 пунктов. Сегодня что мы видим? Сегодня мы, во-первых, видим торговые вблизи. Минимальные значения, которые у нас были в пятницу, закрепление так и не произошло пока за данным уровнем. Вместо этого с открытия фактически снижение было порядка 22-24 пунктов, но уже во второй половине торговой сессии мы видим довольно-таки стремительный рост от минимальных значений, до максимальных мы переросли, прошли порядка 60 пунктов. Что важно смотреть завтра? Завтра мы посмотрим уже, где фактически закроется сегодняшний торговый день, на каких уровнях будет максимальное значение. И тот момент, когда мы получим пробитие данного уровня, закрепление за ним, уже вновь можно будет рассматривать покупки с целью движения на отметку 114-42 в ожидании преодоления как раз данного максимума с последующей целью на 118. То есть, так скажем, вот эта коррекция у нас завершится, и далее мы опять вернемся к росту по данной паре. Поэтому ждем закрытия торгового дня, для того, чтобы у нас обозначились максимальные значения текущего торгового дня, и уже исходя из этого будем выстраивать стратегию на присоединение на покупку с целями роста, по крайней мере, до отметки 114 будет там находиться ближайшая цель. Далее у нас на очереди канадец, пара американский доллар-канадский доллар, который уже, ну, фактически свой рост продолжает. Первые попытки у нас начались, ну, вот восстановление. Ну, давайте посмотрим сначала дневной, да, таймфрейм. Здесь один из ключевых уровней, который находится в области 127-74, был пробит в конце октября, затем у нас последовала коррекция, сейчас мы ожидаем уже вновь обновление максимальной значения в области 129-19, с последующим движением в область 1-30 и далее там на 1-32, на 1-34. Покупки здесь остаются в приоритете, да, то есть основной интерес нужно присматриваться непосредственно к покупкам по данному активу. В рамках четырехчасового таймфрейма мы можем обозначить уровень в области 1-24-60, 1-24-90 для четырехчасового таймфрейма. Преодоление данного уровня нас уже может вернуть непосредственно к продажам в рамках четырех часов. Но пока торгуемся выше, покупки также остаются в приоритете. Теперь вернемся к часу, да, часовой таймфрейм. Первые попытки на восстановление у нас начались 13 ноября. Мы закрепились выше максимальное значение, которое мы видели в пятницу, закрепились за данными уровнями и движение у нас началось. Первая коррекция, которая у нас была, она у нас произошла в пятницу, но что мы здесь видим? Во-первых, в пятницу мы обновили и минимальное значение, то есть мы фактически закрепились за данным уровнем. И к концу торговой сессии мы вернулись обратно к покупкам. То есть такой пошел, пошла расторговка. И в данном случае, что, какое подтверждение мы получили в рамках часового таймфрейма, то, что пока канадец все-таки настроен на движение именно в сторону роста. То есть здесь по данному движению можно было рассматривать выход с того движения, которое у нас началось 13 ноября, и новое присоединение уже рассматривать на коррекции, которая была, собственно, в конце пятницы или уже сегодня. То есть сейчас покупки также остаются актуальными. Ближайший уровень стоп-лосс, который на текущий момент мы можем обозначить, находится на минимальных значениях пятницы в области 1.27.13. Пока торгуемся выше данного уровня, покупки также у нас остаются в приоритете. То есть продолжает американский доллар свой рост. Ну, какие будут у него успехи, будем уже смотреть дальше. Следующий у нас инструмент – это пара австралийский доллар-американский доллар в рамках дневного таймфрейма. Что интересного здесь можно обозначить? Возврат к продажам у нас на дневном таймфрейме произошел после преодоления минимальных значений, которые мы видели в области в середине августа, отметка 78.09. пробили данный уровень, скорректировались и, собственно, на текущий момент до минимальных значений прошли уже порядка 250 пунктов. То есть пока тенденции на ослабление австралийца по отношению к американскому доллару получают свое подтверждение. Ну и уже в рамках, опять же, часового таймфрейма последний импульс, который у нас начался, это обновление минимальных значений 2 ноября, то есть практически начиная с 3 ноября уже более двух торговых недель подряд у нас тенденция сохраняется на ослабление. И с данных уровней мы прошли порядка 120 пунктов. И пока здесь также ничего не меняется. Ближайшие цели – это обновить минимальные значения, которые у нас были в пятницу для подтверждения следующего импульса. Ну а возврат к покупкам уже будет более актуален. Ну и начало коррекции может произойти в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений, которые у нас пока обозначены максимумом пятницы, закрепиться за этими уровнями и далее уже пойти корректироваться. Но завершение этой коррекции будет наиболее интересным для присоединения с целью более крупного снижения по уже данному активу. Пока здесь тенденция не меняется уже, как я уже сказал, практически две недели. Австралийский доллар у нас снижается. Далее. Еврофунт. По паре еврофунт на прошлой неделе, 16 ноября, мы получили в рамках часового таймфрейма завершение того восходящего движения, которое ему предшествовало. Мы закрепились ниже минимальных значений 15 ноября. И, собственно, сейчас уже в последние три торговые сессии данная тенденция сохраняется. После данного проведения мы прошли порядка 80 пунктов и тенденция также сохраняется. Если говорить о более крупном таймфрейме, здесь также важно обозначить то, что у нас тенденция пока остается в приоритете на укрепление евро по отношению к британскому фунту с целью движения на отметку 93.05. И тот боковик, который даже лучше будет виден в рамках опять же четырехчасового таймфрейма, сейчас я его обозначу, вот данная область, у нас пока сохраняется. То есть мы также видим максимальное значение, которое пока еврофунт не может преодолеть, и точно также минимальное. То есть классический боковик сейчас у нас сохраняется с амплитудой движения порядка 300 пунктов. Сейчас мы находимся в середине данного канала, то есть мы отбились, точнее не смогли преодолеть максимальное значение, которое у нас было в области 90.43. Началась коррекция, и собственно сейчас мы движемся в область 87.43 по данному активу. И, как я уже сказал, в рамках часового таймфрейма тенденция на ослабление сохраняется. Возврат к покупкам уже будет актуален после того, как мы увидим обновление максимального значения предыдущей торговой сессии. На текущий момент ключевым уровнем нам служит максимум, который у нас был сфиксирован в пятницу, отметка 89.53. Ну а пока торгуемся ниже этого уровня, у нас тенденция сохраняется именно на ослабление по данному активу. Далее, по золоту. По золоту в рамках, опять же, более крупного таймфрейма у нас пока тенденция остается на покупку, приоритет на покупку. Но и с точки зрения свойства самого актива, здесь уже все зависит от каждого рейдера индивидуально. Я для себя, к примеру, рассматриваю золото как инструмент, представляющий интерес, только в том случае, если на нем наблюдается рост. То есть те фазы снижения, которые у нас происходили последние несколько лет, особенно начиная с 2013 года, это были не самые интересные моменты для инвестиций, к примеру, в золото. Ну и работу по данному активу. Поэтому все те сигналы, которые появляются на покупку, они, на мой взгляд, являются более интересными. Но, опять же, это мое субъективное мнение по данному активу. Поэтому пока тенденция на укрепление здесь сохраняется, и цели движения это область 13351 доллар за тройскую унцию. В рамках уже более мелкого таймфрейма, во-первых, в пятницу мы смогли обновить максимальные значения, которые у нас были зафиксированы 16 ноября, то есть в четверг, и следующий импульс роста у нас произошел, дошли до отметки 1296 долларов за тройскую унцию. Но сегодня, что мы видим, вот именно в текущий момент, что является наиболее актуальным и наиболее интересным. Во-первых, с открытия мы не смогли обновить локальные максимумы, и снижаемся уже с максимальной значения в области примерно 1293 доллара за тройскую унцию, доходили до 1276. И вероятно начало коррекционного нисходящего движения по данному активу, об этом мы сможем говорить в том случае, если золото сможет закрепиться ниже минимальной значения, которое мы видели в пятницу, это отметка 1278. Именно сейчас, по текущим ценам, мы там и торгуемся. Пока наиболее вероятным остается сценарий, коррекция к этой области и продолжение роста уже опять на 1300. Возврат к продажам в рамках часового таймфрейма будет актуален, если мы увидим полноценное закрепление за данным уровнем по золоту. Далее у нас на очереди нефть марки Brent. По нефти марки Brent, во-первых, в рамках дневного таймфрейма у нас остается тенденция на укрепление в приоритете с целями движения с возможным ростом на отметку 70 ровно. Те максимальные значения, которые мы видели в мае 2015 года. И туда мы вполне можем вернуться. Как, впрочем, и пойти на отметку 2764, который был в начале 2016 года, но пока тенденция у нас остается на укрепление. Собственно, в рамках часового таймфрейма мы видим завершение той коррекции, которая у нас началась на прошлой неделе. Точнее, началась она у нас 8 ноября. Это была позапрошлая неделя. И в пятницу мы увидели завершение вот этой коррекции, которая была доходили до отметки 61.24. В пятницу смогли обновить максимальное значение, которое мы увидели в четверг. И, собственно, вот с этих уровней уже идут покупки. Покупки сейчас также остаются актуальными до тех пор, пока мы фактически не преодолели минимальное значение пятницы в области 61.23. Текущих цен их также можно рассматривать с ближайшей целью движения на 64.80. Сейчас импульс, резюмирую, по нефтемарке Brent часовой таймфрейм, импульс пока у нас сохраняется на укреплении. Но как будет закрыть сегодняшний торговый день, уже будем смотреть завтра и на нашем YouTube-канале. Завтра, как всегда, в ежедневном обзоре данная информация будет предоставлена. По индексу DAX, инструмент, впрочем, как многие индексы являются интересными, то есть тем трейдерам, кто не хочет торговать какие-то конкретные акции, всегда интересно использовать производные инструменты, как в том числе Indoor DAX, S&P 500, Dow Jones. То есть DAX 30, инструмент, в который входят 30 крупнейших компаний Германии, локомотива европейской экономики. Собственно, в начале ноября мы видели новый исторический рекорд, отметка 13 531, после которой у нас началось коррекционное нисходящее движение, которое и продолжается до сих пор. Сегодня мы уже торговались ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, пробили отметку 12 970, закрепили за этим уровнем и вновь сейчас вернулись в рамках часового таймфрейма к продажам по данному активу. Ближайший разворотный уровень у нас находится на максимальном значении, которое мы видели с 16 и 17 ноября. То есть возврат к покупкам будет актуальным тогда, когда мы увидим, что индекс DAX закрепился выше отметки 13 090. Но пока мы торгуемся ниже данного уровня, тенденция на ослабление у нас сохраняется и находится в приоритете с целями движения по снижению 12 860 и далее уже на 12 696. Ну и биткоин. Биткоин продолжает свой рост. Вот сейчас буквально мы с вами опять же в очередной раз становимся свидетелями исторических максимумов по этому инструменту. Сейчас мы дошли уже до отметки 8 228 долларов за один биткоин. Начало последнего импульса, последнего роста у нас обозначено пробитием максимального значения 12 ноября, то есть завершение. Коррекция, которая была с исторических максимумов, скорректировались практически с 7800 до 5400 и уже возобновили рост. То есть закончилась коррекция, перешли вновь к фазе роста, после которой мы преодолели уже порядка 2000, чуть меньше, если измерять уже в том месте самого биткоина, то есть практически на 20% данный инструмент у нас вырос, начиная с 13 ноября. И собственно тенденция к росту все так же и сохраняется. Ближайшие уровни поддержки находятся на минимальных значениях, которые мы видели вчера в воскресенье в области 7660, то есть начало коррекции, а соответственно завершение, которое позволит присоединиться вновь на покупки по данному инструменту, уже может быть, но только после обновления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 7660. Сейчас покупки остаются в приоритете, но и собственно биткоин продолжает свой рост. по ключевым инструментам, которых я хотел рассказать и которые мы, как всегда, разбираем в рамках данного обзора, мы поговорили. Сейчас у нас еще остается несколько минут на ваши вопросы, которые буду рад получить и буду рад ответить. Поэтому, если у вас появились вопросы по каким-то инструментам, по каким-то ситуациям, то обязательно сейчас напишите и я на них отвечу. Также, пользуясь случаем, хочу пригласить всех на вебинар, который у нас будет проходить в эту среду. Вебинар посвящен торговым стратегиям. У нас до конца года запланировано несколько вебинаров, на которых мы будем рассказывать непосредственно о различных торговых подходах, различных торговых стратегиях и у нас на очереди вебинар, посвященный индикатору Ишимоку. Многие про него слышали, но вот как научиться им пользоваться, мы будем рассказывать на вебинаре, который будет проходить в эту среду, в 19.00 по Москве, в 18.00 по Киеву, Таллинну и Рейке. Вот ссылку на регистрацию я приложил. Оксана задает очень интересный вопрос, чем лимитируется рост биткоина. Во-первых, здесь важно разобраться с основными свойствами данного инструмента. То есть вообще выпуск биткоина регламентирован, то есть по итогам будет произведено определенное количество данного биткоина. И чем дольше происходит выпуск, тем в данный рост заложены во-первых, затраты на его производство. То есть чем сложнее его делать, тем выше затраты, соответственно, это отражается и на его стоимости. Ну и постоянный спрос, этот рост также его подталкивает. Но лимитов здесь обозначить крайне сложно. Если мы говорим, где же предел, если вопрос об этом. Итак, коллеги, есть ли у вас вопросы? Вот Алекс пишет, что деревья не могут расти до небес, а больше шкаф, тем громче падает. Ну, я думаю, что вот этот момент нужно адресовать, во-первых, госдолгу США. В первую очередь, потом передать привет всем производным инструментам, которые той же стороной были произведены, все деривативы, которые были выпущены. Ну и потом уже можно будет вернуться к биткоину. Потому что здесь, как показывает практика в этом, пока там деревья растут и, собственно, облака просто расходятся, пропускаете деревья. Итак, коллеги, еще жду от вас вопросы, которые хотелось бы задать, которые хотелось бы обсудить. И уже будем также радовать вас видеть, как я уже сказал, в вебинарах, которые проводят компания Admiral Markets. Расписание актуальное вы всегда можете найти на сайте Admiral Markets. И завтра у нас будет анонсирована одна очень приятная вещь для всех клиентов компании. Поэтому об этом я расскажу завтра на своем обзоре, так как анонс будет завтра. Поэтому обязательно его посмотрите, для того, чтобы быть в курсе актуальных компаний, которые у нас в Admiral Markets будут проходить в преддверии новогодних праздников. Я думаю, что для многих это будет очень интересно. Ну вот, сохраняя интригу, и чтобы вы также смогли завтра посмотреть ежедневный обзор, обязательно туда на нашем YouTube-канале, сейчас привожу еще раз ссылку, подписывайтесь, завтра заходите после 10 по Москве, и там уже будет, во-первых, актуальный обзор на текущий день, и где я расскажу про очень интересную вещь, которая у нас с завтрашнего дня стартует в Admiral Markets. Отлично, коллеги. Тогда, если пока вопросов нет, будем на сегодня прощаться. Всем желаю хорошей торговой недели, и напоминаю, что ваши вопросы я всегда готов получать и давать на них ответ на свою почту roman.isakov.com для тех, кто еще ее не успел записать, ее прикладываю. Ну и также напоминаю, что для того, чтобы получить доступ к закрытой телеграм-канал, где мы уже в течение рабочего дня обсуждаем, во-первых, текущую ситуацию, во-первых, я также отвечаю на ваши вопросы онлайн, необходимо написать мне на почту, и при наличии активного счета в Admiral Markets я вас в данный канал добавлю. Отлично, коллеги. Тогда всем хорошей торговой недели, всем желаю системной торговли, потому что если она будет системной, то будет и успешной. Прощаемся уже до наших следующих вебинаров, и увидимся уже и на наших видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.